МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем вы пишете? Какие основные проблемы поднимаете в своих произведениях? Я начал писать, если брать осознанные какие-то вещи, не детские, я начал писать в 2013 году. В общем-то, с тех пор и пишу. Я пишу пьесы, я пишу сценарии для телевидения, для сериалов. Ну, как бы, сценарий для сериалов – это, понятно, коммерческая история. Вот. То есть, о чем пишу? Пишу о том, что мне интересно. Если брать, опять же, на пьесы, да? Потому что я и сериалы стараюсь писать о том, о чем мне интересно, а не о каких-то абстрактных вещах. Это отношения, прежде всего, потому что, в принципе, ну, как бы, это самое интересное отношение. То есть, это отношения между родителями и детьми, это отношения между мужем и женой, это отношения между родственниками, друзьями. То есть, вот, мне кажется, это самое интересное. О чем еще писать, если не об этом? А я знаю, что ваша пьеса попала в шорт-лист конкурса «Евразия». Это конкурс международный, насколько я понимаю, да? Если можно, чуть подробнее об этом конкурсе и о том, что вам дало участие в нем. Этот конкурс проводит Николай Владимирович Коляда. Это екатеринбургский драматург, режиссер, актер. Очень большая величина в русском театре. И не только в русском, то есть, он ставит спектакли не только в России, в Европе ставит спектакли, гастроли у него много, у его театра. Вот, и это драматургический конкурс, да, он проводится уже очень много лет. И это, ну, престижный конкурс. Мне очень интересно то, что там происходят очень многие российские драматурги, которые сейчас, ну, скажем так, топовые. Они когда-то были лауреатами этого конкурса. И, конечно же, участие в нем, попадание даже в шорт-лист, это очень большой момент для меня, как, как сказать, поддержка, скажем так. То есть, я понимаю, что я на каком-то правильном пути, потому что оценка Николая Владимировича, это, ну, дорогого стоит. И самую первую свою пьесу я отправил на Евразию, она вошла в шорт-лист в 2013 году. И это, я не знаю, самый мощный импульс был для дальнейшего творчества. Конечно, это очень многое дает мне, как человеку, плюс я знаю, что шорт-листы этого конкурса читают режиссеры разных театров. Ну, молодые в основном режиссеры. И вполне возможно, что кто-то прочтет мою пьесу и скажет, ох, как здорово, а давай-ка я ее поставлю. Ну, будет здорово, если так случится, да. Ну, вот мы с вами говорим шорт-лист. Может быть, зрители некоторые не понимают, что это вообще такое. Да, да, да. То есть, на конкурс присылаются пьесы. Сначала из них формируется длинный список, лонг-лист, да, а потом, ну, скажем так, это первый тур проходишь, если попадаешь в лонг-лист. Потом формируется шорт-лист, короткий список, это второй тур, соответственно. И из шорт-листа уже формируются победители. А какая пьеса у вас попала в шорт-лист Евразии? В этом году Кавай нашел в соцсети. Если можно... В детском это в номинации пьеса для детей и подростков. Чуть подробнее, что это за пьеса, о чем она? Это сказка. Это сказка про мальчика, который подружился в соцсети с персонажем, скажем так, да, потому что сложно сказать. Но это, в общем, не настоящий человек. Он с ним подружился, и вот история их взаимоотношений. Что хочет мальчик, что хочет персонаж, куда это все выводит. Мне очень нравится эта история. По-моему, классно. Я так понимаю, основная мысль... Я ознакомилась с этой пьесой. Вы там делаете акцент на том, сколько времени мы все уделяем интернету, общению в соцсетях, потому что там не только мальчик-подросток, но и его папа, и мама в том числе очень большое количество времени проводит в интернете. А вот вы как к этому относитесь? Какое время вы уделяете интернету и виртуальному общению? Я очень много времени провожу в интернете, но я не забываю про реальную жизнь. Я считаю, что интернет – это очень хорошая вещь. Я когда подавал заявку на стипендию от Министерства культуры, и, собственно, я ее получил в том году, в прошлом, я писал заявку по этой пьесе. То есть она написана на стипендию от Минкульта. И я среди прочего в этой заявке писал, что интернет – это классная вещь, гаджеты – это классная вещь, но насколько это достойная замена живому общению? То есть я считаю, что это хорошие штуки, но не нужно забывать о том, что нас окружают живые люди, и с ними-то общаться на самом деле значительно интереснее. А вы не пробовали, не знаю, предложить к постановке эту пьесу в том же самом нашем Театре юного зрителя или поучаствовать в творческих мастерских, которые они проводят там ежегодно? Я отправлял пьесу в Театр куклы, потому что, мне кажется, она больше для Театра кукл. Но пока ответа нет. Игорь, я знаю, что вы являетесь одним из организаторов проекта «Реплика». Что это за проект, на что он направлен? Это проект, в котором мы организуем читки, собственно, и мы знакомим людей с современной пьесой. Дело в том, что драматургия – это довольно маргинальный жанр, потому что его читают, как правило, режиссеры. Немногие актеры на самом деле читают драматургию, то есть они читают только очень часто, не то, что только. Очень часто актеры читают те пьесы, в которых им предстоит играть. А рядовой, скажем так, зритель или читатель, пьесы вообще очень редко читают. А хочется знакомить, потому что на самом деле пьесы, драматургии, драматургия, они реагируют наиболее быстро на какие-то вопросы, которые ставят перед нами, не знаю, реальность. Потому что для того, чтобы написать роман, то есть сколько это уйдет, год, два, для того, чтобы написать пьесу, ну, я не знаю, от недели до двух месяцев, ну, предположим, иногда там больше. Но факт в том, что идет какая-то быстрая реакция, идет живой диалог, если это хорошая пьеса. Мы можем услышать со сцены то, что слышим на улице, и мы на это реагируем мощнее, мы на это с большим интересом идет реакция. Поэтому хочется знакомить людей, мы организовываем читки, то есть мы не спектакли, то есть мы садимся, и у нас есть текст, и мы читаем пьесы. Естественно, идет какая-то репетиция перед тем, как показываться зрителю. В перспективе планируем встречи с драматургами из других городов. Да, вот я сейчас предварительно, есть договоренность, что 1 октября у нас будет встреча, я пока не буду говорить с кем, но вот, то есть собираемся. Да, вот я прям только что переписывался с человеком. С вашей точки зрения, как современного драматурга, насколько на сегодняшний день именно драматургия у нас поднимается молодыми авторами, они обращаются к ней, пишут именно вот в этом направлении? Ну, если брать глобально, то сейчас очень много классных драматургов в России. В Рязани, ну, такого движения, скажем так, нету драматургического. Вот, но я все-таки рассчитываю, что сдвинемся с мертвой точки, и будут какие-то еще люди писать. Это будет очень здорово, я буду только рад. Вот. Ярослава Пулинович, один из моих любимых драматургов современных, она в одном интервью очень классные слова сказала. Она сказала, что если в 80-х, 90-х годах молодые люди шли играть рок-н-ролл и панк, да, то сейчас молодые люди идут писать пьесы. По большому счету, это вот панк-рок вот нынешнего времени. Потому что, ну, высказать то, что тебя волнует, именно сейчас в драматургии можно и нужно. Вот. Ну что ж, Игорь, спасибо большое, что нашли время к нам прийти. Мы желаем вам успехов в вашей писательской деятельности. Спасибо. Надеемся, что еще не раз с вами увидимся. Спасибо большое. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok